Добрый день, дорогие друзья! Одну секундочку, установится подключение со всеми социальными сетями, потому что сегодняшнюю пресс-конференцию я провожу, находясь в премарии муниципи Беллс. Вот, значит, была отправлена информация в сегодняшней пресс-конференции всем представителям СМИ. Так, вижу, есть. Так, все окей. Значит, добрый день, дорогие друзья! Восолус Тимас Приятень. Тема сегодняшней пресс-конференции, это тема очень больная для нашей страны. Это тема, так называемая VIP-вакцинация, которая проходит у нас сегодня, начиная нашей столицей Кишиневом, заканчивая районами страны. Вторая тема, это провокация, которую нам готовят буквально в четверг правящая коалиция партия социалистов, партия ШОР и некоторые проходимцы. Значит, начнем с первого. Значит, в СМИ появилась информация о том, что в некоторых районах некоторые чиновники из первого эшелона, а также представители других отраслей политбюро, значит, начали вакцины. Преимущественно, речь идет о вакцине Pfizer, потому что у нас сегодня их только Pfizer и AstraZeneca в стране, значит, вместо того, чтобы вакцинировались врачи, которым их не хватает, пошли вакцинироваться. Председатели районов, замы, некоторые примары, значит, руководители газового хозяйства, например, в Единец, да, в Единцах ситуация дошла до того, что даже ресторан Бастилия повез всех своих работников вакцинироваться вакциной Pfizer. Вот это то, что у нас сегодня происходит. В Кишиневе дела обстоят просто ужасно. За вакцину платят от 150 до 300 евро. Есть некоторые люди, внимание, которые являются публичными людьми, а это некоторые блогеры, у которых сотни тысяч просмотров, некоторые бизнесмены, которых вы видели на обложках в журнале VIP-магазин, значит, они устраиваются уборщиками вечером в больницу, для того, чтобы получить, чтобы попасть в первый этап вакцинации. Первый этап вакцинации, это врачи, все медицинские работники, от главврача до водителей. Вот это самое, что случилось в нашей стране. То есть, зио пикоперта на VIP-магазин, сара сражается, как оляко уборщик, шесть пуни вакцин, ка вакцина, стаснув, и сануажунг, лад доктор, каорисантам, при молении, что с лукраторией, лукраторией медикам. Есть у лукру грозник, чеще с... Есть у лукру грозник, чеще сантимпла. Потсово спун, ка еси форти трис, ка то ацелия, кара опорота на масс-медия, то ацелия информация, кара опорота на масс-медия, антериор, дичь, не стал конфирмат. Ел, ну ам кризуд, кважунчила факту, к сваке инвестигач, чеще не комс вакциняц, дичь, сигурну, есть и атрибуция мя. Дар, кынажут ездесь при ердени с газа, ресторане, уамень депачер, персваде публиче, блогер, кара садук, втихаря. Семас претень, ну ел проблема, коврец вакцинация. Ел, да кам консидерат, к требуя сама вакциняц, коврец вакциняц, вакцину спутник П, ампликат ла, медики, лометрин Дубай. Сегодня многие из тех, которые вакцинировались втихаря, либо по блату, либо используя фамилии самая страшная некоторых медицинских работников, а на самом деле вакцинировались по стране лица, эти люди могут себе оплатить вакцину и в Дубае, и в Москве, и в других городах мира, где сегодня, где сегодня это можно сделать. Некоторые обвиняли меня, вот усатый, поехал вакцинироваться в Дубай, послушайте, нет вакцины спутник Ви в Молдарии, мне врачи рекомендовали, я это сделал, и сделал это публично. Значит, есть некоторые примары, которые вакцинировались, как, например, ситуация по всем телеканалам показали новость, что вот примария города Кантемир, вакцинировался примарий, все сотрудники, где позже вышел руководитель, отвечающий за здравоохранение, броник Кантемира, и сказал, что прошли вакцинацию все врачи, после этого начали вакцинировать, значит, сотрудников примарии, учителей, полицейских, потому что первая новость была, что вот только они, они это сделали публично, и сделали пресс-релиз на сайте примарии, но есть районы, где врачи, врачи не провакцинировали, и начали вакцинироваться разные там местные шмекеры, и вот это на самом деле ужасно. Я увидел в новостях, из новостей узнал о том, что советник от нашей партии в районе Кагул Ренца вакцинировался, опубликовал вакцину, и на вопрос журналистов ТООС, как вы провакцинировались, он говорит, я вакцинировался как гражданин Румынии в Галац, а там просто дают бланки так же на русском языке, какой-то бред. Значит, после того, как я прочитал комментарий нашего районного советника, несмотря на то, что этот советник с самого начала нашей партии, Ренца, с 2014 года, организовал районную организацию Кагул, я как председатель нашей партии отзываю, отзываю не то, что мандат члена нашей партии, а я прошу убедительно Сергея Ренца сдать свой мандат консильера районного совета Кагул, может, Сережа, так нельзя, то я пошепор, тром и несколько, а шекун, плава маскулень, ставун трафик, много функционари, много членов, которые децент, членов, романе, птицы, страдающие, фокусы, вакцинец, на голос, должны ли спать, как в голос, вот эти бланки на русском языке, по фейсбук, мы вакцинали, до паста, ждешь по старе, да, астаз есть унучро, форти, астаз, ам, коллеги, медлапартии, дали дискутат, к маймут, премарь, динцару, но срекат, дамна чередея, диндроки, и сапропоз, вакцинеза, дамния, рефуза, дивоариси, астазы, к мируаса, скандал, в шевнина чередея, десну, вакциназ, доктор, и птицы, кэн, интра-дова этапа, держав, вакцинеза, професорий, този, репрезентанты, ауторитетилор, публичо, локали, публичо, локали, атущи, потси, вакцинеза, дарну, анаша, мод, кумсфасин, тетцар, потси, спон, кдакам, шал, сколеч, карауфакут, ашакум, афакут, ренца, локахол, бобени скрыт, череш, шиплякас, демпортит, иуну, порт, ци, ерд, мячон, абошти, ца, астафар, тебень, у меня обостренное чувство справедливости, и правды, у меня жизненный девиз, сила правды, вышел, сказал, что вот хотел, боялся, нашел возможности, и так далее, а не придумывать отмазки в стиле Игоря Додона, назову их так, чтобы не ругаться, значит, ввиду того бардака и хаоса, который происходит сегодня в стране, у меня напрашивается только одно предложение, значит, я как примар в муниципе Беллс, сначала обсужу это с членами Бельской муниципальной комиссии, Бельской чрезвычайной комиссии в сфере общественного здоровья, значит, обсудим это здесь, значит, и выйду с предложением на Кишинев, на национальную комиссию, значит, нужно сделать следующее, нужно определить регламент и навести во всем порядок, чтобы не было возможности кому-то заниматься на местах махинациями, а делается это очень просто, просто делается регламент, что условно, с 8 утра до 19.00 вакцинируются все по списку, если кто-то отказался, не пришел по каким-то причинам, в порядке после 19.00, живой очереди, как это, например, происходит в соседней Румунии и некоторых других странах. Вот так было бы правильно, потому что объяснение некоторых специалистов о том, что я-то вакчину снул пердим, к ариону фарти миг термин депостраришь, навин фридеришь, и держай вакчину, но и в общем, когда в процессе есть организация коррект, то в осигуре, кто-то, в честь этой персоны, подфиоорганизация, так что не вадим премия этапа, не дурежьте со мной овенит. И он подзвозпунь к уму, который импликает, моему цену не ввелся меня на конструкции, подзвозпунь к бетону, ари термин дефолосенцы дела угора полнотре воре, полнотре воре, ярно Дакаре, Дакаре-Сулусе-Кимикале, с печали одугать. То есть бетон живет от часа до трех, если специальные присадки в зимнее время. И человек, который строят с головой, значит, после того, как, например, привезли бетона больше, чем нужно, для того, чтобы сделать фундамент того или иного здания, значит, в это время готовишь место под дорожки, под клумбы, чтобы бетон, который остается, его сразу куда-то используются. А у идиотов остаются кубометры бетона, неиспользуемые, если изначально были неправильно сделаны расчеты. То же самое здесь. Ребят, сделайте правильный регламент, что если кто-то, не пришел кто-то отказаться, кто вакцинируется следующий в этот же день. Дальше, очень важный момент. Я считаю, что Министерство здравоохранения должно каждый день опубликовать списки с теми, кто вакцинировались. Закрыть персональные данные, просто фамилия и имя. Вы увидите в ближайшие дни, потому что я знаю, что многие журналисты сейчас занимаются тем, что пытаются сейчас узнать, получить информацию, получить списки людей, которые вы вакцинировались. Те списки, которые будут опубликованы в ближайшие дни журналистами, повергнут вас в шок. Сколько вы там увидите публичных людей, политиков, представителей крупного и среднего бизнеса, которые вакцинировались вместо врачей. Решить эту проблему можно только так, чтобы каждый день опубликовывать списки, чтобы страна знала своих героев. Вот, если кто-то из моих коллег, либо у кого-то, не дай бог, тяжелая ситуация, что прям срочно нужна вакцина, потому что мне ввиду сложной, например, хирургической операции, там три года назад, мне врачи настоятельно рекомендовали быстро вакцинироваться. Если у кого-то есть подобная проблема, ребят, не нужно отбирать эту вакцину у врачей. Напишите мне в социальных сетях, я вам организую поездку. Тем более, есть турфирмы, которые организуют поездку в Москву. Я вам оплачу билет в Москву, и все расходы связаны с вакцинацией, если на это пошло. Потому что у тех, кто живет в России, этой проблемы сегодня нет. У нас, к сожалению, или в других странах мира, у нас, к сожалению, эта проблема есть. Я хочу вам дать некоторые цифры, конкретно по Бельцам. Во-первых, по стране вакцинировали процентов 20, согласно информации, это врачей и медицинских работников. В Бельцах вакцинированы 70% на данный момент врачей, и в том числе персонал. Как я говорил, вакцинируют всех от главврача до водителя больницы. Значит, было использовано на данный момент 1615 вакцин Астрозенека, 792 вакцины Файзер. Значит, в остатках сегодня есть порядка 500 вакцин. Хочу вам сказать, что бельские врачи, многие, когда закончились Файзер, не хотят вакцинироваться Астрозенека и говорят, что нет, мы подождем, когда будет следующая партия Файзера. А в это время вакцина Файзерой, региональные отделения Молдова-Газ, руководители районов и так далее. Вот это страшно, мерзко и подло. Значит, я бы по-другому построил эту конструкцию. Вот все так, как они организовали. Вы все знаете, согласно всем вопросам, что примары больше всего пользуются доверием и населением. Поэтому можно было включить у нас 900 примаров по всей стране. Значит, 900 примаров по всей стране можно было включить в этот список, и люди бы не боялись вакцинироваться, потому что у нас есть другая проблема. Согласно опросу, который провело управление образованием муниципиа Беллс, только 24% преподавателей хотят, работников медучредителей, готовы вакцинироваться. Многие боялись. После того, как увидели, что я, как примар города, за рубежом получил вакцину, ни у кого в стране не отбирают ту, которая будет предназначена для меня, то есть эта вакцина кому-то достанется. И я призываю всех тех людей, я знаю, что многие бизнесмены летают за границу вакцинироваться, преимущественно в России, потому что в Европе такой возможности. Нет только у тех, у кого есть румынские паспорты. После того, как люди увидели, усатый вакцинировался, то есть этот процент с 24 изменился, мне проинформировали на 38. Но людям сегодня должны дать возможность вакцинироваться то, чем они хотят, то, что хотят спутникам, файзерам, астрозонекам и так далее. Еще один вопрос к нашему государству. Ребята, я знаю, что сегодня в агентстве, агентство по медикаментам лежат запросы от частных структур, которые готовы, которые зарезервировали у производителей под себя разные виды вакцины Pfizer, разные виды вакцин. Как минимум, речь идет о четырех. И российской, и индийской, и китайской, и европейской. Им агентство по медикаментам не выдает лицензию на импорт, потому что некоторые там руководители говорят, что нет, людям нужно бесплатно. Ребята, если вы не смогли организовать бесплатно, потому что коррупция и проблема возникает тогда, когда что-то запрещено. Сегодня есть огромное количество компаний, в которых работает от 500 до 2500 сотрудников с руководителями, которых я говорил. это и сети супермаркетов, и консервные заводы, и многие другие предприятия, которые говорят, слушай, пусть частников дадут, мы сами будем закупать для своих работников, а бесплатно от государства пусть получают те, которые не могут себе позволить ее купить за деньги. То есть даже здесь, для того, чтобы кто-то что-то показал, некоторые руководители засунули свой нос туда, куда не положено. Частникам разрешить им привозить, и вакцинация в разы быстрее пойдет по стране. Но сегодня, когда государство даже не хочет привлекать частные клиники на местах, чтобы быстрее шла вакцинация по стране, это говорит об их уровне подготовки, как руководители, как менеджеры. Поэтому сегодня, еще раз скажу, рекламент от Национальной чрезвычайной комиссии сферы общественного здоровья, как должна проходить вакцинация с утра до вечера, два. Два, значит, я считаю, что государства должны разрешить частникам, чтобы снять напряжение в обществе, когда представители бизнеса, неважно, это государственные структуры или частные, начинают себе искать вакцины по блату. А те, которые прям хотят очень быстро, еще раз, ребят, садитесь в самолет и лечите, вакцинируйтесь в Объединенные Арабские Эмираты, в Российскую Федерацию. Пожалуйста. Но не отбирайте это у врачей. Потому что, еще раз скажу, многие бельские врачи сегодня ждут в Азере, несмотря на то, что 70% или спутник В, кстати. Значит, не захотели дня с Резенеков вакцинироваться, но 70% вакцинировали. Сегодня уже 100 вакцин получили сегодня в Доме ветеранов. И на данный момент продолжается вакцинация. Какую провокацию, какой сюрприз нам готовит наше новое, старое парламентское большинство? Это партия социалистов, шортами, еще некоторые проходимцы. Значит, вы все видели вот эти баталии, запросы в Конституционный суд, три запроса от Майя Санды, три запроса от социалистов. Социалисты с партией Шор и другими, которые не пройдут следующий парламент, значит, они придумали определенные этапы для того, чтобы выборы были не раньше 8. Даже находясь за пределами страны, я написал две недели назад о том, что у нас будут досрочные выборы, но будут в августе, конец августа, начало сентября. Многие специалисты мне начали задавать вопрос, говорят, слушай, как они могут быть, если вот сейчас Конституционный суд, например, признает Конституционный запрос о первом выдвижении Гаврилицы признают Конституционным. Дальше Конституционный суд даст право Майя Санду распустить парламент после двух попыток. Значит, все специалисты говорят, и они правильно говорят, что по закону выборы должны быть не ранее, чем через 60, и не позже, чем через 90 дней должны пройти досрочные парламентские выборы с момента того, как будет распущен парламент. И все считали, что даже если будет в апреле, например, там, 5-7 апреля будет решение Конституционного суда о том, что Майя Санду имеет право распустить парламент, то, как бы, получается, 7 мая это будет месяц, 7 июня это 2, и 90 дней будет максимум 7 июля. То есть, вина, выборы должны пройти в начале июля. Я говорю, нет, они будут в начале августа и сентября. Почему? Потому что в четверг, для того, чтобы, как они себе придумали, что вот Майя Санду просядет, а у нас будет возможность реанимировать свой рейдикайд, значит, для этого партия социалистов и партия Шор, не знаю, по чьей инициативе меня-то не интересует, они хотят ввести послезавтра чрезвычайное положение в стране на 60 дней, на 2 месяца. Вот так самое. Тянет в менте очень хорошо, когда у нас прошел, и когда просто у нас были аранжированы эти действия, по типу стырей дюрженции, ситуации дюрженции. Аккума, тот ей сказал, что ну, что ей не будут отметить локдауны, но кто-то сказал, что он prometел, что мы не его вводятся, что не вводятся, что не хотят, 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 что не хотят. То есть, это очень важно, чтобы не убрать парламент, это, не было в рамках курканилでは, это было в рамках гайна и костырчалов. Что и мы? Гат- editors, потому что она и не у нас есть такой высоты, кто-то не так уж, для них были о себе над. А мы нет, есть формализированная большинство. Видите, как вы думаете, это... А это... Лаур Бауаур respondет, да? Шива датсам, а мы интродукт старый дирижинский 50-60 дизели. Действие. Деварисы, как себя пронунцать Куртя Конституционалу к декрету? Доринца, президент Лицеры, Майя Сандо, для дизела парламент есть конституционал, есть аред реплигал. По этой, не будут делать ничего. Действие, я помажу, что... Пусть все равно так вот, ну, дар... Жой, есть и планировка, как училищ, жой, кушор взботезы, пентр старая дюрженция. Действие. Как вас помню, я. С примером, что ей кштега луна апреля и май, Камайя Сандо, сабы древтой, дядя зала парламенту, ла еще путу луни июнии. Шатунься лезерли спринеск, свершиту луни и август, примели дзели день септембря. Жакуман, спасибо моему тимпу. Урма, порзень, божьте танцы, премпе, пепроштен капкану, тотал. Даракуман, уврёс так. Факу напел ла организаторий, Челумай Мышев, Евенемент, Демистория Поли Черепуруча Молова. Обращаюсь к партии социалистов, партии Шоры, тем, кто в этом подлом сценарии собирается участвовать. Ребята, я понимаю, что сегодня вы переживаете за ваш опрос, за результаты, которые вы видите. Ну, вы видите, что вопросы, которые вы проводите, вот вы мне опять, как и перед президентскими пешите, там, 3-4 процента нашей партии и так далее. Я не боюсь. И вот я не боюсь. Я говорил даже тогда, когда вы говорили, что у меня два в 2019 году, после того, как распалось правительство социалистов с блоком, он говорил, ребята, давайте досрочно выборы очищать, очищать всем от остатков плохотникатами и так далее. Значит, в это время, когда я борюсь и думаю, как вернуть плохотника, а также думаю, как сделать сегодня все правильно, чтобы вам некуда было уезжать, после того, как вас начнут преследовать за все те преступления, что вы совершили. Значит, вы пишете там, что усатый с плохотником в Таиланде. И это пишут те, кто брали кульки, те, кто ему служили все эти годы, и их районные руководители, которые не имели ни одного уголовного дела и никогда не преследовались по политическим мотивам, в отличие от наших людей. Даже если вы мне напишите ноль процентов, моя позиция, в отличие от вашей, не буду говорить, какой искренней, потому что могут смотреть нас дети. Значит, ребят, значит, пожалуйста, прекратите этот бред. Прекратите затягивать с Майя Санду вот это, вот это ваше, вот то, что вы делаете. Вы что делаете? Вы имитируете борьбу, вы имитируете, что вы беспокоитесь за людей, что нет вакцин. Вы все это просто имитируете, а задача одна, чтобы выборы прошли по вашему сценарию. Значит, конец лета, начало осени этого года. Выйдите сегодня с поднятой головой и уйдите. Люди на досрочных парламентских выборов, граждане нашей страны, они покажут всем реальный результат опроса в общественном мнении. Они дадут оценку всем. Нашей партии, социалистам, Шору, Пасу, Платформе, да, всем остальным. Сегодня я готов говорить про спасение ситуации, с кем угодно, если у кого-то есть такие желания, есть какие-то планы и намерения. Но прекращайте вы прикрывать ваши похоти остаться у власти на какой-то период, сохранить людей в каких-то агентствах и других категорий чиновников. Прикрывать это якобы тем, что вы беспокоитесь за страну и за народ. Это на самом деле очень ужасно. И если вы реально проголосуете, и ведете чрезвычайное положение на ближайшие на 60 дней, и вы это в четверг сделаете, и социалисты, и Шор, неважно, каким запросом вы прикройтесь и откуда будет инициатива. Вас, граждане нашей страны, знаете, что с вами сделают после этого? Да они вас порвут. Я буду среди этих людей, которые вас будут рвать за то, что вы уже не просто грабите страну, а за то, что вы сегодня занимаетесь ее уничтожением ради каких-то своих личных, не важно, больных или из-за какой-то или из-за каких-то коррупционных интересов в деятельности. Вот и все. Вокупринт, чтоц, а без грижи девой, то, чей, кари децимбру информатика, ар, чецыни, девакчина, ирсовал эти аспекты, кари лог, чего и легал, контактаться мадирект на перецели десочи или зари, шивом, шивом дискута, шива споненкодат, то, а ты информация сви публика кулистели, челор вакцина зыльник, софак и министерус санатэцци. Ну, имели ж фамилия, функция пати фейс-криз, фэрэм, фэрэм, эти детали, штирминадзвык протяжаря, дайте лор, что-то ше, дичь, есть у аберрации. Ел, сэнсикург, вот речи, принаста, контрекут, прямая, мульти, дар, вольком, а модак, астребязка, а следом, ну, а пистимедар, пистя пичаришь, да, кастребязка, астребязка, т.н.